Я правильно понимаю, что вы намерены как-то обратиться в экспертную судейскую комиссию для того, чтобы получить оценку некоторых эпизодов? Ну, по определенным моментам мы, да, определенные ходатайства, вернее, жалобы подадим. Ну, то есть просто, чтобы вам дали оценку, да? Да. Потому что жалобы сейчас не подаются, но подаются. Да. А какие эпизоды, Евгений Валерьевич? Не буду сейчас акцентировать внимание. Мы, команда сейчас проанализирует, главный тренер определит момент, по которому стоит подать ходатайство. Ну, и, соответственно, подадим. Сильное разочарование этим поражением? Ну, конечно. Я правильно понимаю, что это связано с тем, что шансы на чемпионство практически утеряны, исходя из того, как сыграл Зенит? Ну, на самом деле, мы не говорим сейчас о шансах на чемпионство. Я просто в данной ситуации расстроен тем, что команда не показала того, чего могла показать. То есть, на самом деле, на сегодняшний день мне показалось, что они были менее эмоциональны, чем вот мать. Вы имеете в виду, что не хватило заряда, который был в Ростове, скажем так? Какого-то заряда, да, не хватило. Вот, старались все, старались, были ошибки, были положительные моменты, но в целом этого не хватило. То есть, надо было быть более заряженным на победу. С чем вы это связываете на первый взгляд, как вы смотрели с трибун? Понятно, что нужно там дождаться анализа тренера, но вот на ваш взгляд, с чем это связываете? Не готов сказать. Честно говоря, для меня, ну, я ждал немножко другого. Я ждал большей заряженности на победу, если честно. С чем связано нынешнее? Может быть, с ногкой с тренером какая-то, я не знаю, не готов сказать. Может быть, что-то не получилось в схеме, может быть, локомотив прочитал нашу расстановку. Я не готов. На ваш взгляд, был шанс переломить игр? Да. Когда? Ну, у меня, честно говоря, даже была некая уверенность, ну, или надежда на то, что даже осталось в меньшинстве, у нас это получится. Ну, к сожалению, не получилось. Хотя второй тайм был активен с нашей стороны. Какой момент матча, наверное, был ключевым? Со старкого свистка, свистка, все что-то пошло, было не совсем так. То есть, мне показалось, что что-то не шло в ворот. Вот, потому что бывает такое ощущение, бывает, вот, и моменты создаются, и, ну, варианты какие-то есть. Ну, мяч в ворота не идет. Вот. Ну, и с этого момента как-то началось. Вот, некое ощущение того, что что-то не получается. Дико Нилович, я правильно понимаю, что по судейству вот тот момент, когда мяч попал в руку футболиста Локомотива после передачи, если не ошибаюсь, в Квинсе? Не хочу сейчас комментировать все действие. Сейчас специалисты наши из состава команды все это оценят, просмотрят. И после этого вынес какую-то оценку из себя. Ну, и, соответственно, решение продавать. Я правильно понимаю, что вы консультировались уже с Михаилом Ходоревым, большим арбитром, который работает? Я пока не разговаривал с Ходоревым, поэтому не знаю. Вот, со своей стороны не хочу заявлять о том, что мы о чем-то заявляем, что было неправильно, о чем-то, что было правильно. Специалисты пускай дают оценку, дальше посидят. На ваш взгляд, это может говорить о том, что Локомотив переиграл Спартак, или Спартак не сыграл свою силу? То, о чем вы говорите, не хватило душка чуть-чуть. Мне кажется, что Спартак не может сыграть свою силу. Потому что у нас были, на мой взгляд, все возможности. И перед игрой, и со старта. Мне кажется, не хватило чего-то. Ну, вот эмоции были, на мой взгляд. Вот, с какой-то момент, но что-то не шло, что-то где-то фарта, как говорят, неприятно, может быть, в какой-то момент. Вот, или не очень корректно это говорить, но, тем не менее, это в футболе часто об этом говорят. Но не шло с самого начала. Вот, поэтому я думаю, что в целом Спартак, наверное, должен был быть более агрессивен. Что-то не получилось. Ребята старались. За это ему огромное спасибо. Я думаю, что в дальнейшем они настроятся на отрезок до конца чемпионата на исключительно выигрыш. Но это зависит уже исключительно от команды. Я думаю, что они между собой разберутся. Дела надежда на то, что Сочи сумеет отобрать очки у «Зенита»? Ну, не хочу. На это никогда не смотрю. На самом деле, смотрю все равно на игру у нашей команды. Поэтому мы должны брать то, что мы должны брать. А то, что другие там могут не добрать или отдать, это уже вопрос не наш. На ваш взгляд, вот не так много матчей осталось, и отрыв вырос от «Зенита». А борьба за чемпионство – все предрешено, «Зенит» – чемпион. Или у Спартака есть шансы, исходя из календаря, могут быть? А не нужны такие, ну, на сегодняшний день, мне кажется, прям задачи ставить и определять. Там цели какие-то. Мы всегда стараемся и стремимся быть наверху. Вот. И дальше будем ставить перед собой исключительно амбициозные задачи. Ну, на сегодняшний день, наверное, мы сегодня могли победить. Ну, не получилось. Вот. Наверное, хотели, тоже не получилось. Вот. На сегодняшний день оцениваем шансы, ну, реально. Надо бороться за второе место. Именно такая задача ставить, да? Задача у нас, я же сказал, она с самого начала, не ниже второго места. Вот. Поэтому пока мы в работе и пока в тех границах, которые для себя поделили. То есть, как я говорил ранее, успехом для нас будет или положительным результатом по итогам сезона все-таки место ниже второго. Вот. Пока эта задача реально крупная. Нет новостей потребления. Про первое место не хочу пока говорить. Ну, как бы это уже находится немножко в другой плоскости. Но я думаю, что давайте ценить реально наши силы. Вот. Будем стараться все остальные матчи выигрывать. Все остальное зависит немножко не от нас, а от других команд. От конкурентов, да. А? От конкурентов, логично, да. Нет новостей по тренеру. Неделя прошла с матча в Ростове. Вы говорили о том, что идет мониторинг ситуации. Продвинулись в этом смысле. Например, я сейчас не буду комментировать ничего. Все, что я сказал ранее, то все-таки остается. Работает. Приехал вот сейчас Рангенник, как и ожидалось. Не по нашу душу. Ну, то есть он прошел сопровождение Докуматива. Соответственно, Докуматива и Спартак не имеют отношения к этому. Рангенник не входит в список возможных кандидатов. Я не буду говорить сейчас про список. Я говорю, что сегодняшний посещение Рангенника этого матча, скажем так, не организовано нами, это точно, и не связано с нашими интересами. Евгений Владимирович, вы выходите из органов. Как вы оцениваете то, что на неделе произошло, когда слили документы в телеграм-каналы, внутренние документы? Что это такое? Кто бы это мог сделать? Есть ли догадки? Может быть, вы уже провели какое-то расследование? Выводы какие-то поделились? Ну, по нашим оценкам, это все-таки была скрыта личная почта. Вероятнее всего, она скрыта путем направления определенных писем, при переходе по которым получается пароль и доступ, соответственно, к личной почте. Вот, расследование мы еще, ну, проверку мы еще поэтому будем проводить. Сейчас планируем привлечь, ну, скажем, к некоторому аудиту, дополнительному аудиту наших информационных сетей, системы безопасности информационных сетей и так далее, определенные ресурсы, вот, по распоряжению, ну, скажем, профессионеров. Вот, ну, то, что слили, ну, в секретном случае, часто она бывает. Топ-менеджеры в Газпрома там скрывают их личные почты, там, не знаю, каждую неделю. Не так давно были, банковская система скрыта в определенном банке. Вот, нам скрывать особо нечего. Те документы, которые, ну, в секретном случае, с которыми мы там ознакомлены и которые нам слиты, я не вижу там какой-то особо значимой конфиденциальной информации, связанной с коммерческой тайной. Ну, может, за исключением некоторых контрактов футболистов, но она не соответствует полной мере действительности, потому что, вот, все-таки, одно дело управленческий учет, то есть те данные управленческого учета, которые слили, другое дело бухгалтерский учет и контракт. Вот, ну, с другой стороны, там ничего такого дискредитирующего спорта, дискредитирующего людей, которые вели эту переписку. Ну, в некоторых моментах я считаю, что в целом, может быть, наоборот, позитивно, да. Ну, как бы, мы стараемся, и акционеры, и там в переписке фигурирует, и некий член семьи там акционеры о том, что мы стараемся сделать все, чтобы было хорошо. Они в том числе. То есть, был аудит проведен в деятельности, были указаны ошибки предыдущего менеджмента, вот, в их работе, да. Просто обычно, когда такое вот так. Ну, обычно нормальная корпоративная переписка, когда кто-то говорит о том, что это хорошо, это плохо, на это нужно обратить внимание, здесь я считаю так, здесь я считаю так. Это ничего здесь такого нет, я не вижу необходимости скрывать. Надо будет дать какие-то детали, пояснение по каким-то моментам, да, ради богу дадим, потому что там нет ничего того, что Спартак хотел бы вообще скрыть. Не удивило то, что скрылись документы времен томсенсорных, то есть, получается, только как бы маленького отрезка, и не дальше, ни назад, ни вперед, то есть, только этот отрезок. Ну, я точно знаю, что там переписка 16-го года, но это я знаю не из того, что распространил в Телеграм-канал, например, да. Вот. Там переписка вплоть до 20-го, 21-го года. Ну, в данном случае решили придать огласке то, что придали. Вот. Это как раз какой, 19-й, 20-й год, да. Вот. Я думаю, что там все гораздо глубже. Вот. Просто на сегодняшний момент сакцентировали внимание на этом. Вот. Я не думаю, что здесь какая-то подоплека. Просто более-менее свежие документы, как раз когда, на тот момент, когда началась какая-то активная деятельность, да, по проверке работы топ-менеджмента клуба. Вот. До этого не было такой необходимости, не было такого жесткого контроля со стороны акционеров «Спартака». С момента 19-го, 20-го и сейчас контроль достаточно плотный. Вот. Поэтому мы по всем вопросам отчитываемся перед всеми акционерами. И это касается реальных акционеров «Спартака», которые записаны в реестре. Вот. Поэтому на самом деле, как бы, Томас, не Томас, какая разница. Вот. Это был слит определенный период, который, наверное, Сливчиков показался наиболее интересным. Для нас он абсолютно интересен. То, что телеграм-канал называется «Black Mirror», и тот перформанс, который был на матче в Санкт-Петербурге, тоже связан с «Черным зеркалом», с этим дубиком, сериалом это не наводит, ни на какие мысли, что тут здесь может быть нечислено? Наводит. Наводит. Ну, я сейчас не буду в этом плане давать каких-то более глубоких пояснений. Вот. Но с «Черным зеркалом» и «Ланскронен» у нас многое связано, да. Ну, обычно, когда вскрывают, жулики требуют какой-то мзды, требуют денег. У вас не требовали, когда вот такой... Ну, они не требовали, они предложили выкуп. Вот. Но я не считаю необходимым на это реагировать. Они до того, как это опубликовали, предложили выкупить, да? Нет. Тогда я не понял вашего рассказа. Нет. На самом деле, они, выложив переписку, они задержали... А, предложили остальное купить, да? Да, купить, показав свои намерения, показав ту информацию, которая у них находится в ГОСТе. Вот. Ну, не знаю. Я еще раз говорю, мы не считаем необходимым там реагировать на это. Вот. Потому что негативную информацию, дискредитирующую «Спартак», ну, мы там не видим. Да, там есть определенная информация, которая раскрывает определенный момент. Но не более того. Вы не будете обращаться к правоохранителя органа? Ну, это уже наш вопрос. У нас возможности для этого есть. Вот. Возможно, мы обратимся, но это... Нет необходимости делать это прямо сейчас. Мы, возможно, поднаберем информацию. Вот. Более детальная и информация более технического характера, да? В рамках того аудита, который мы сейчас проводим. Вот. А в дальнейшем, поймем, стоит, там не стоит обращаться в правоохранительные органы. Вот. Ну, я думаю, что нам это не мешает, скажем так, сделать заявление, обратиться. Но это, еще раз говорю, не для того, чтобы мы чего-то боимся, а для того, чтобы все-таки защитить некие персональные данные, вот, и тайну личной переписки, вот, что, в принципе, наверное, охраняется, ну, с законом российским. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.